Олимпия 2024. Финальный день. Слезы на глазах Криса Бамстеда. Неожиданные результаты дивизиона Классик Физик. Кай Грин. Он все-таки вернулся на Олимпию. И кто стал мистером Олимпия 2024? Друзья, уже который год подряд я приветствую вас в подобном выпуске после финала Олимпии по следам всего турнира. Некоторые итоги этого турнира я уже подвел в прошлом своем выпуске по следам первого соревновательного дня. Если еще не видели, ссылка в описании. Сегодня же обзор финалов Олимпии. Друзья, в очередной раз хочу сказать спасибо всем, кто следит за Олимпией и в принципе за событиями в мире бутербилдинга с моим каналом. Для меня это очень важно. Спустя столько лет, да, мы все еще вместе. И как всегда напомню, что каждый ваш лайк и комментарий очень помогает в моей работе. Это было 10 лет назад. Это работает и сейчас. Очень много событий было в этом финальном дне Олимпии. Я просто надеюсь не упустить какой-то из них. Для начала Гарольд Келли взял уже шестой титул чемпиона в дивизионе с ограниченными возможностями. Очень большая конкуренция, как всегда в этом году, была в категории Вименс Физик. И в этом году вновь чемпионом стала Сара Вилегац. На самом деле, мне кажется, что этот дивизион незаслуженно обделен вниманием. Я очень надеюсь до конца этого года сделать специальный выпуск об этой категории для того, чтобы, возможно, немного лучше ее раскрыть. Понятное дело, что такая гипертрофия в рамках женского тела не всем близка. Тем не менее, я хочу вернуться к этой теме. В принципе, подобная история в рамках моего канала и с дивизионом Мэнс Физик. Немного я рассказываю об атлетах этой категории, но что касается Олимпии, давайте проговорим это отдельно. Уже двукратным чемпионом Олимпии стал Райан Терри, который сохранил этот титул за собой с прошлого года. Атлет, которому когда-то не хватало массы и кондиций в рамках этого дивизиона. Но он проявил чемпионскую выдержку, настрой и дисциплину. Пережил перемены в дивизионе и теперь возглавил его. Вторая победа Райана Терри за два года. Что насчет дивизиона бикини? Друзья, уж простите, старого деда, ветерана Ютуба, столько лет на Ютубе не прошли бесследно. Вчера говорился, что в прошлом году победила Марин Бланкицко. Все же, конечно, это была Дженнифер Дори, которая в этот раз на Олимпии не выступала. Она взяла перерыв и участвовала в награждении. Что касается этого года. Валерия Корт. Я знаю, что многие следят за ее спортивной карьерой, за ее выступлениями, соцсетями. Чем не повод оценить ее образ на этой Олимпии? Я не берусь утверждать, какое она место заняла на этой Олимпии, потому что еще не видел протоколы. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какую отличную форму она показала на сцене главного турнира. Что касается призовой тройки. Третье место заняла Жасмин Гонсалес. Второй стала Эшли Калтвоссер. Легенда, легенда мира фитнеса и бодибилдинга 100%. Только вдумайтесь, она трижды была чемпионкой Олимпии в 2013, 2014 и 2015 годах. Спустя десятилетия она все еще в топе своего дивизиона. Кто-то скажет, ну подумаешь, бикини. Максимально конкурентный дивизион. Очень сложно в нем спустя 10 лет остаться все еще в топе. Она претендовала на первое место, но все же стала второй. А золото забрала Лора Лича Падус. У нее в активе было три победы на Арнольд Классик. И вот теперь, наконец, золото Олимпии. Фантастическая спортсменка. Особенный образ на сцене. Годами она добивалась этой победы. Так что максимально за нее рад. Вот смотрим мы с вами Олимпию, да. И глядя на лучших в индустрии, вполне естественно представить и себя тоже в лучшей форме. Может и не на сцене Олимпии, но стабильно по жизни. Так вот, это идеальное время, чтобы взять себя в руки и, наконец-то, изменить себя. Постепенно проделав значительную работу, желательно под контролем знающего специалиста. К слову о нем. В сети его знают под ником Rednarok. Он консультирует комплексно по тренировкам, питанию, анализам и, если то необходимо, подопечному по препаратам. На самом деле, коллажи с трансформацией его учеников, вот каждый раз смотрю, они впечатляют. Особенно за короткий промежуток времени. Так что, если вы готовы взяться за себя, так что, если вы готовы взяться за себя, проделать определенное количество работы, чтобы добиться прогресса уже к концу этого года, тем более преуспеть в 2025 и оставаться в отличной форме еще долгие годы, ссылку на Rednarok я оставлю в описании. Потому что, ну, мотивация — это хорошо, но чемпионов и людей просто в хорошей форме отличают именно действие и дисциплина. Так что, желаю всем, может, и не выиграть Олимпию, но стать лучшей версией самого себя. Классик физик. Вот это поворот. Причем я и о расстановке мест, и о финальной речи чемпиона. Но давайте посмотрим на топ-5 для начала, в которой, это важно отметить, не нашлось места Уэсли Уизарсу. Скажем так, ожидалось, что он все же войдет в топ-4. Ну, как минимум, об этом можно было судить, в том числе по его присутствию на пресс-конференции. Но судьи все же посчитали, что не в этот раз. На пятом месте Брион Энсли. Четвертое место тоже, на самом деле, внезапно Рамон Роша Кейрош, он же Рамон Зину. Уже как-то привычно было видеть его рядом с Крисом Бамседом при объявлении победителя. На пресс-конференции Рамон заявлял, что в этом году он готов все же перестать быть вторым, но он имел в виду, что он готов стать чемпионом. А в итоге второе место сменилось на четвертое. Определенно, какие-то выводы Рамону нужно сделать. Он не симпатичен как атлет, на самом деле, я точно так же, как и он, во время объявления победителей был несколько расстроен. Но стоит ли в очередной раз говорить, что конкуренция в Classic Physique очень высокая. Третье место. Урс Каличинский, который выделялся из всей линейки не только ярким образом, но и сравнительно более светлым гримом. Ну и формой, конечно. Урс действительно был хорош, как по мне, он прибавил по сравнению с прошлым годом, но, как и на Олимпии 2023, он третий в итоговых протоколах. А вот и джентльмен, который просто перечеркнул все предварительные прогнозы. Майк Зоммерфельд в прошлом году, он стал восьмым. Но какой прогресс? Судьи оценили форму Майка еще в рамках предварительного судейства, а после еще и выделили в финале, в рамках позирования топ-2 этого турнира. Так что именно на церемонии награждения уже было понятно, что Майк займет второе место, но все же какой потрясающий успех, какой прогресс по сравнению с прошлым годом. И это важно отметить. В топ-3 Classic Physique двое представителей Германии. Ну и, наконец, ваш уже шестикратный чемпион Олимпии Крис Бамстетт. Еще во время произвольного позирования комментаторы проговорили, что это просто доминирование в исполнении Криса. И, знаете, запомнилась фраза, если бы у нас не было золотого сэндл, это мог бы быть золотой Бамстетт. Крис вновь первый, уже в шестой раз. И в своей финальной речи он вспомнил, как 6 лет назад заявил, что хочет установить стандарт в Classic Physique. И теперь осознает, что тогда он не особо понимал, что имел в виду. И вот где он теперь. Как многого добился. У него семья. Он стал отцом. Добился выдающегося успеха в бизнесе уже на данный момент. Совсем молодой. И он все же принял решение завершить карьеру. Что эта Олимпия станет для него последней. Эмоциональный был момент. Финальное позирование в статусе уже шестикратного чемпиона со слезами на глазах. В статусе действительно легенды своего дивизиона, да и Олимпии в принципе. Как по мне, вполне было бы уместно, если бы на сцене в этот момент появилась и его жена, Кортни Кинг, которая все эти годы, Крис это отдельно проговаривал в своей финальной речи. Она поддерживала его на каждой победной Олимпии, была рядом с ним. И Кортни Кинг, между прочим, становилась чемпионкой Олимпии в категории бикини, если не ошибаюсь, в 2016 году. Так что во всех смыслах ее появление с ребенком на руках, мне кажется, это было бы вполне уместно. Такой вот семейный снимок в особенный момент для Криса, для его семьи. Но, естественно, бам, стадо виднее. Он посчитал, что можно обойтись без этого. Безусловно, это решение одно из самых громких в рамках этой Олимпии и 100% будет одним из самых обсуждаемых. Потому что теперь много вопросов. Кто придет на смену Крису Бамстеду? Будет ли это доминирующий лидер или титул будет переходить от чемпиона к чемпиону? И вернется ли Крис Бамста через время? Потому что, ну, сколько примеров знает история спорта, когда чемпион уходит, чтобы после вернуться. А Бамстеду возраст вполне позволяет. В общем, посмотрим, как оно будет. А пока Крис Бамстед, шестикратный чемпион Олимпии в дивизионе Классик Физик, легенда, человек, который установил стандарт, стиль. И он же самый популярный бодибилдер в мире на данный момент. Стиль. Друзья, стиль в мире бодибилдинга очень важен. В позировании, в том плане, как атлет ведет в соцсети. Ну и в одежде, конечно. В моем представлении действительно стильное решение для тренировок и повседневной жизни – это одежда от бренда Pain Killer. Возможно, вы замечали, в этом году я часто появляюсь в их одежде, в основном в футболках, но вот теперь заказал варианты потеплее. Скоро буду в кадре в них. Но главное – это разнообразие принтов. От различных вариаций с черепами и темы вестернов до вполне себе выдержанных и спокойных вариантов. Отличные модели на все случаи жизни в плане ткани, фасона и, конечно, дизайна. Выбирайте свою модель от бренда Pain Killer из полной коллекции на сайте и в профиле бренда на Valberis. Ссылки оставлю в описании. Ну и большой бодибилдинг. Открытая категория. Мне на самом деле понравилось, что в награждении участвовал Кай Грин. Он все-таки вернулся на Олимпию. Все эти годы мы обсуждали, какая вероятность того, что Кай Грин все-таки выступит на Олимпии. Это было так давно, что я уже даже и не помню. Но, по-моему, в последний раз Кай Грин выступал на Олимпии в 2014 году. И если это так, то спустя 10 лет Кай Грин все-таки вернулся. Но, к сожалению, только для того, чтобы поучаствовать в церемонии награждения. Как соревновательный атлет Кай на сцене не появился, конечно. Пятое место. Собственно, его награждал Кай Грин. Пятое место занял Эндрю Джект. Четвертое место и, без сомнений, феноменальный дебют в этом году. Мартин Фитцвотер. На самом деле, я просто не удержусь от этого воспоминания. Этот год Detroit Pro. Очень конкурентная борьба между Мартином Фитцвотером и Виталием Угольниковым. Что судьи тогда разошлись во мнениях, что многие комментаторы согласны были со мной, что Виталий вполне мог победить на том турнире. Форма позволяла. Мартин тогда, что называется, победил на Тоненького. И вот теперь он четвертый на Олимпии. Я не к тому, что это так работает, что если бы победил Виталий, он бы был на четвертом месте. Но я считаю, стоит признать, что потенциал Виталия огромный. Прямо сейчас он продолжает масса набор у себя в Бразилии. И у меня лично ожидания от его формы в 2025 году очень большие. Но давайте все-таки не отвлекаться. Мартин Фитцвотер, впечатляющий дебют. Четвертое место на Первой Олимпии, это очень серьезно. Третье место занял мистер Олимпия прошлого года, Дерек Лансфорд. Видимо, все-таки были нюансы в его форме, которые вынудили судей принять именно такое решение. Потому что, ну, upset, как говорят на Западе. Когда действующий мистер Олимпия не вторым становится, а падает аж на третье место, это о чем-то да говорит. Это говорит о том, что Дереку нужно сделать определенные выводы, что-то пошло не так. Ну и, наконец, первое и второе место разделили Хадди Чупан и Самсон Дауда. Два совершенно разных атлета. Оба заслуживали титул. На самом деле, опять же, ждем протоколы. Интересно на них посмотреть. Мне кажется, что решение было очень близко. Они оба заслуживали этот титул. И значительно возросшие призовые выплаты. Второе место. И, обращаю ваше внимание, 250. Теперь уже 1000 долларов получил Хадди Чупан. А новым мистером Олимпия, чемпионом 2024 года, стал Самсон Дауда. Вот так. И он забирает золотую медаль. Чемпионский перстень. 600, друзья, 600 тысяч долларов. В прошлом году, по-моему, было 400. Теперь 600 тысяч долларов. Трофей Сэндоу. Ну и, конечно, титул мистера Олимпия 2024. Определенно, если взять прогнозы на Олимпию, которые делались, скажем, месяц назад, за месяц до турнира, я уверен, большая часть из них просто вылетела в трубу. Ник Уокер не выступил на Олимпии. Хантер Лабрадо не вошел в топ-5. А Мартин Фитцвотер, наоборот, не то что в топ-5, в топ-4 ворвался. Дерек Лансфорд, действующий на тот момент мистер Олимпия, только третий. И у нас есть новый мистер Олимпия. Это сменяемость лидера, это так же круто, как и, скажем, доминирование в случае с Крисом Бамстедом. Это две разные истории. Но новый мистер Олимпия, это всегда круто. Есть о чем поговорить. В данном случае у нас, наконец, высокий чемпион, массивный и очень эмоциональный. Потому что мне понравилось. Он отреагировал на свою победу точно так же, как и Ронни Коуман на своей первой Олимпии. Самсон, когда сказали новый мистер Олимпия, сначала у него какие-то смешанные эмоции были на лице. Потому что новый, может быть, не Дерек, но снова ходи, неужели я? Но нет, новый мистер Олимпия Самсон Давуда, он слышит это и просто наркничь падает на сцену. На самом деле, отличная Олимпия. Я считаю, 100% нам есть что обсудить. Есть лидеры, которые сохранили свой титул. Есть новые чемпионы. Фанаты бодибилдинга, я считаю, должны быть довольны. Так что, друзья, обращаюсь к вам, пишите в комментариях, что вы думаете о результатах этой Олимпии. Потому что, ну, как я уже говорил, 100% есть что обсудить. Что думаете об этой юбилейной, уже 60-й Олимпии? Я считаю, вот, юбилейная Олимпия удалась. Еще один турнир в истории и еще один турнир, за которым мы с вами следили вместе. Я помню, как комментировал юбилейную 50-ю Олимпию. Сегодня вот обсуждаем с вами 60-е, как быстро прошли эти 10 лет и как много всего произошло за эти 10 лет. Спасибо, что смотрите.